Всем привет, дорогие друзья, с вами Макс. Сегодня у нас на обзоре вот такая вот мини-IP камера из Китая. Заказал ее по двум причинам. Во-первых, использовать я ее буду как домашний сторож. Это очень крутая вещь. То есть она позволяет контролировать ситуацию, что у вас происходит в квартире в ваше отсутствие. Но основная задача данной камеры – отслеживать процесс печати нашего принтера. Дело в том, что я его часто включенным оставляю дома, а сам ухожу по своим делам. И, соответственно, возникает небольшое чувство беспокойства. Мало ли что может произойти. Где-то электроника подведет, произойдет процесс возгорания самого принтера или, не дай бог, еще и квартиры. Поэтому визуальный контроль за процессом печати, на мой взгляд, это самый важный контроль, который должен быть оснащен в каждом 3D принтере. Данная камера позволяет получать снимки и видео в формате HD. Здесь стоит модуль Wi-Fi, то есть вы можете подключиться к своей Wi-Fi сети. Также есть SD-карта на 32 ГБ, которая идет также в комплекте. Но при этом в фото и видео вы можете записывать не только на карту, но и в облако, что, естественно, сэкономит место на вашей карточке. Механика данной камеры просто великолепна. Она имеет возможность поворота по осям на 180 градусов, как вверх, так и вниз, что, естественно, обеспечит максимальный обзор. В данной камере присутствует инфракрасный датчик, что позволяет снимать как днем, так и ночью. Он автоматически включается и автоматически выключается. То есть, по сути, практически полностью автоматизированный мини-охранный комплекс. Также здесь присутствует микрофон и громкоговоритель. То есть, вы можете не только слышать, что вокруг вас происходит, но и передать сообщение. Ну, например, забрался к вам вор, а вы через громкоговоритель ему говорите «Мужик, у тебя осталось 2 минуты, потому что приезжает сейчас полиция». Не, наверное, так лучше не говорить, а то он за 2 минуты вынесет у вас полквартиры. Поэтому, конечно, вы можете его просто напугать. Питание данной камеры осуществляется с помощью USB на 5 Вольт. В комплекте идет зарядка и шнур. Настроить эту камеру очень просто. Есть специальная инструкция, она очень подробная. Можно использовать QR-код и перейти по ссылке. А лучше перейти в Play Market и скачать вот эту вот программку. После чего делайте настройку согласно инструкции. Все очень подробно, я не хочу на этом зацикливаться. Здесь разберется любой из вас. После чего заходим в приложение на любом девайсе. Вводим наши данные, логин, пароль. То есть нужно будет зарегистрироваться на сайте данной компании. И в итоге можем получить доступ к нашей камере с любой точки планеты. Смотреть, что происходит в вашей квартире, а также, что происходит с 3D-печатью. И это очень удобно, очень круто. Итак, друзья, я установил нашу камеру напротив нашего принтера, чтобы она отслеживала все его действия. Сейчас она направлена на меня, так как стоит датчик слежения. То есть он активирован. То есть если я перехожу в другую сторону, камера следит за мной. Видите, она поворачивается. То есть она отслеживает любые действия в вашей квартире. Угол обзора у камеры достаточно большой. Поэтому она захватывает практически всю квартиру целиком. Видите, я уже закончил практически термобокс, термошкаф. Я не знаю, по-разному можно его называть. Сюда можно внутрь поставить обогреватель, если нужно, чтобы получить постоянную температуру. Но и так как я печатаю в основном ПЛА и ПДЖи пластиком, то для меня, естественно, в этом нет никакой нужды на данный момент. Потом, естественно, все это установлю. Более детальный обзор термошкафа будет в следующем видео. А сейчас мы возвращаемся к нашей камере и попытаемся к ней подключиться с помощью специального приложения. Итак, друзья, мы перешли в программу GCC 365+. Нажимаем на картинку. Обратите внимание, что указана дата и время. Сейчас происходит процесс печати корабля КБенча на моем принтере. На экране вы видите также крестик, с помощью которого вы можете немножко подкорректировать движение нашей камеры. Качество картинки мы можем выбрать как SD, так и HD. Сейчас работает у нас SD-четкость. Выбираем HD. Картинка становится более четкой, более красивой. Внизу у нас есть нарисованный микрофон. Нажимая на него, мы можем передавать информацию. Человек, который находится в комнате, он будет слышать ваш разговор. Возле микрофона есть кнопка звука. То есть вы можете отключить звуки и не слышать, как работает ваш принтер. Также вы можете сделать снимок экрана. Нажимаем на соответствующую кнопку и получаем снимок. Снимок уже сохранен в локальном альбоме. Камерой я очень доволен. Ребят, функционал ее просто безграничен. Здесь очень много разных функций. Давайте зайдем в настройки. Здесь мы видим имя устройства. Часовой пояс. То есть выставляете, какой вы хотите. Переключатель устройства. То есть вы можете переключить на другое устройство. То есть эта камера позволяет работать с несколькими устройствами. Устройство выключить в какое-то определенное время. Микрофон устройства. То есть вы можете его отключить, можете его включить. Кстати, самое интересное, это тревожный сигнал. Например, вы видите, что вор в квартире. Нажимаете на этот тревожный сигнал. Слышите, как работает сигнализация на самой камере? Ну, достаточно неплохо, это, знаете, как полиция. Ночное видение. Здесь вы можете установить его полностью включенное или автоматически. То есть, когда наступает темнота, соответственно, он сразу переходит в ночное видение. Картинка становится черно-белой, но при этом качество картинки просто обалденное. Перевернуть на 180 градусов. Это если вы хотите перевернуть картинку, чтобы она была вверх ногами. Интеллектуальное слежение. Это то, что я вам говорил. Когда мы движемся по квартире, камера отслеживает наши все движения. Приватный обмен. То есть, вы можете ввести номер телефона и отправлять фотографии вашим родственникам. Или кому-либо. Или себе же, например. Звуковое обнаружение. Мобильное обнаружение. То есть, когда происходит обнаружение, соответственно, он передает вам на телефон о том, что к вам кто-то забрался в квартиру. Зона обнаружения. Так как угол обзора достаточно большой у камеры, то есть, можно выбрать, например, какую-то небольшую зону, за которой он будет наблюдать. На остальное он не будет обращать внимания. Настройки уведомлений. Это тоже очень классная фишка. То есть, вы можете, например, получать все сводки, все уведомления. Или какие-то определенные. Освобождение от напоминаний. И получение извлечения от АПП. То есть, когда происходит какое-то движение вокруг вашей камеры, вам приходят уведомления на телефон. Память устройства. Здесь выбирайте, где будете хранить информацию. Или на SD-карте, где 32 гигабайта. Или на облачном хранении. Также, для удобства, вы можете развернуть с помощью вот такой вот функции на весь экран. И наблюдать, что происходит с вашим принтером. Можете также все это регулировать. Вверх-вниз. Влево-право. Здесь есть возможность записи видео. Заходим в больше. Выбираем видеозапись. Она также будет сохранена в нашем альбоме. Как видите, ничего сложного в этой программе нет. Она очень удобная и простая. Итак, друзья, давайте подведем итог. Камера действительно очень крутая. Она позволяет визуально наблюдать за процессом печати. Ее можно использовать как домашнего охранника. Соответственно, смотреть, что у вас происходит в квартире. Ваше отсутствие. В дальнейшем, я планирую в наш термобокс поставить вместе с этой камерой еще и датчики огня и датчики дыма. Но самую полезную и интересную доработку для этой камеры, для нашей 3D-печати, делает Виталик на своем канале Уголок Технаря. Суть данной доработки заключается в том, что при необходимости взять и отключить наш принтер онлайн. То есть, не находясь дома, вы можете через телефон отключить принтер от сети. Желаю успехов и надеюсь, что в ближайшее время этот проект закончит. И мы сможем его организовать вместе с моей камерой, установить все это в термокамеру. И тогда будет просто реально безопасный 3D-принтер, который можно будет легко оставить дома, без присмотра и уйти по своим делам. Не забудьте, что 11 числа в Китае идет неделя распродаж. Будут сниженные цены, будут хорошие скидки. Поэтому обязательно переходите по ссылочкам под видео в описании. Выберите себе нужный товар. Также будет ссылочка на эту замечательную камеру также под видео. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. До новых встреч. Пока, друзья.